у утра сколько там время будильник стоит пипец как хорошо а точняк сегодня же ладно что у нас на балкончике надо выйти телефон разбившись и птички поют это доброе утро ну как ты выспался нет ну такое себе ты как короче вся система точнее все камеры были просто уничтожена интересно каким образом пойдем покажу однако моя камера стояла вот тут на перилах очень висела у окна удар пришелся прям по ней и тут грубо говоря осколки только от камеры вторая камера была догадайся где возле входа до чистого тут тут и манами кажется все только смотри царапины какие-то остались ну да это но тут для не тут прям сиреневая заметил там черные были там черная красная тут сиреневая это уже новая заметка так что надо будет записать да кстати пойдем дома смотрим погнали удивительно молчок не тронули полчок да кстати заметь следов нет ну кстати да я тоже здесь конечно где-то примята ну ты посмотри я нихрена вот вот я только отсюда что-то вижу все она вот свалил от в сторону гор они даже я потерял ее где-то вот у этого столба жалко я не видел она здоровенная была чувак она была наверное как этот стол высотой я понял это не сколько метров достаточно ты сколько сколько у тебя рост у меня два метра то есть получается что и 12 метров где-то охренеть я подстрелил 10 10 12 метровую хренатень офигеть дружище ты и кстати пойдем покажу . да вот эта тварь пробила нам стену и только здесь ты посмотри где удар приходился она пробила везде да я видел уже пойдем покажу еще фокус погнали чё нам погадайся как она сюда попала как таким образом я не знаю она мимо попал но это невозможно как как вот ты посмотри какой здоровенный удар ты это познаю это кусок моей головы даже может сказать моя голова но это да так что-то там врачера вещи собрать да вещи смотри я собираю так смотри эти письма я забираю вот единственное доказательство я забираю вот остальное будем как то сейчас смотри погнали в участок надо с шефом поболтать ноутбук ноутбук забери пожалуйста а хотя давай я заберу давай у меня все-таки портфель собой это так загрузка дверь до людей херня заменила нас честно еще надо знал на нас то напала вот и я тоже под вопросом почему именно мы может потому что мы новые жители тут типа она невряд ли в житель вряд ли вряд ли или вообще никого не любит мне кажется у вообще всех гасит смотри парень этого помнишь который мы приехали по делу то конечно он его не он его принципе не сожрал но убил то есть грубо говоря а он мог истечь кровью спокойно ты сам видел его раны да видел видел так мы все собрали так что выдвигаемся наверное да да мы кому откуда-то оттуда пришли опять эта трава и хрена смотри он и трубу обрушил ну с этой стороны выглядит что-то прошу чем в слове как будто как будто взорвали а такую часть нормально так пробил ладно пойдем так я запечатлевает этот момент на камеру давай запечатлеть на сзади дом не тронул прикольно он пытался нас достать ну кстати да мы же на втором этаже были ну вот он как раз и долбил второй этаж ладно пойдем и стоит ладно я выключу камеру а то сейчас давай поцарапается все давай 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 ты окна и камеру вроде включил так вроде тебя видно так вроде все видно так но мы на месте уже да да конечно пойдем за мной ну все погнали тогда вот сюда так 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 дорожней вот и полицейский участок я готов готов заходи здорово приветствую здрасте так вы кому мышь к шефу мои детективы детектив джон и джон и все лучше сам джеймс хорошо так хорошо он вас ожидает так при себе пожалуйста не иметь оружие сдайте его пожалуйста ящик хорошо мы сдадим спасибо отлично здравствуйте шеф у парни это вы заходите заходите шеф у нас появились доказательств и только не смейтесь над нами хорошо ладно выкладывайте что у вас там мы нашли труп старого деда 1 точнее даже от все что от него осталось так вот выяснилось что он там очень давно получается около года ни хрена себе это как вот так вот ну-ка сберете так вот что ж парни молодцы могу поздравить так середа головы значит не только вы об этом пишите парни удивительно позвольте зачитать наши находки все-таки результат у вас есть находки превосходно что четверки сиреноголовые довольно таки высокое костлявое телосложение как я заметил у него имеется рост по 12 метровый собственно гуманалитное создание с высохшей кожей цвета рожавого металла это единственное что могу сказать по поводу его конечности они не пропорционально длинные а тонкие руки такие тонкие они так свисают до самой земли я охренел тем более места шеи у него оказывается что-то типа толпа местные вместе башки то есть там сирены стоят видимо от этого у него и название а также я хочу вот что вам сказать остальным и всему его длинному телу есть кожистые связки вся как биомеханическая хрена тень конструкция также как я понимаю он вращается на 360 то не очень да и хорошо для нас но вот и вспомни вот же им стою вспомни когда какие звуки он там сдавал но возможно сирена была это я точно помню так что слонка измойта да он издает громкие звуки характерно похоже на эти на армейские гражданки из сирены воздушной тревоги вот помнишь вот мы когда проснулись была музыка искаженная да было слышала вашего экстренное оповещение дальше крики начались его вот когда его подстрелы начали крики а потом он пытался имитировать голос и все это единственное что известно ну в принципе да парни вы зацепились за не что-то из из нашего мира так слушайте внимательно я сейчас вам помочь с этим не смогу но я вам верю потому что он не ни один человек не вернулся с задания по поводу этого вашего сиреноголову я хочу вот что вас я хочу вас предупредить будьте уверены в себе аккуратней если увидите сразу бегите и как можно скорее понятно 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 но мы сами выжили да мы посреди ночи пошли к тому дому вот куда нас отправили так он надо среди ночи на нас напал дом так продырявил что это прям нонсенс у меня месяц назад конвой разбил этот мудак вот пережил он получается кого-то сожрал кого-то убил кого-то вовсе раздавил кстати по поводу того парня что вы привезли сюда оказывается это один парень из группы уничтоживший нечисть услышали о блоге да так он слышали слышали так вот один этот парень это и один из той группы не знаю как это значит что за совпадение такое но советую быть аккуратней все парни мне надо работать желаю вам удачи в случае чего возвращайтесь все хорошо до свидания до свидания шеф вы закончили до закончили спасибо до свидания и того что мы имеем ничего получается что суши ты посиди здесь хорошо а куда пошел интерес но мне нужны эти наводки скажите если у вас наводки на эту хрень дойдет у меня я говорю шеф вы поймите это вопрос жизни и смерти ладно хорошо в общем так держите в лос-сантос там заедете в участок номер 3 встретились с боссом костлявым у него позывной такой имя паша скажите от меня вот я ему дам знать что вы подъедете он вам даст на одну очень хорошую наводку где можно и примерно искать эту тварь вот а дам совет берите крупнокалиберное оружие пистолетом вы его не убьете поцарапайте но не убьете и еще джон будь с джеймсом по парке я тебя прошу все я на голову действительно опасный если джеймс узнать что он убил его брата то сам понимаешь как он взбесится понимаешь но и стрелять и от него тоже это не буду я надеюсь давай черт так и знал не буду показывать тебя виду джеймс я тут я тут а вот слушай есть наводочка поехали в лос-сантос лос-сантос так это же далеко но ты как хотел слушая что там еще какие-то новости были да ничего особого особо единство что могу сказать что нам дали наводку там нужно связаться с шефом из участка номер 3 а там будет чистая наводка а дальше будем думать в общем нам нужно крупнокалиберное оружие вот думаю пора обращаться к этому сани я понял ладно тогда смотри по пути заедем на военную часть десанта где часа не служит одолжим у них пару несколько оружиями так крупнокалиберных я думаю лучше одолжить винтовку крупнокалиберное и пулемет посмотрим в общем что получится вымотить так ладно давай тогда сейчас поедем да да это я камеру выключаю опять hey а а и и и и и и и и и